В Южной Осетии и Абхазии вспоминают жертв грузинской агрессии в августе 2008 года. 11 лет назад в ночь на 8 августа грузинские войска подвергли массированному артобстрелу Южную Осетию, в результате чего была разрушена часть ее столицы – Схинвал. Сотни погибших, среди которых много женщин, стариков и детей, тысячи разрушенных домов – таков итог войны. В посольстве Южной Осетии в Абхазии прошли памятные мероприятия, посвященные трагическим событиям августа 2008 года. Почтить память жертв грузинской агрессии пришли президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварчи, премьер-министр Валерий Бганба, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, члены правительства, общественность. Восьмое, ноль восьмое, ноль восьмое. Эта дата стала одной из самых трагических в истории юго-осетинского народа. 11 лет назад, в ночь на 8 августа, Грузия подвергла артиллерийскому обстрелу из крупнокалиберных орудий с применением гранатометов и минометов, реактивных систем залпового огня «Град», мирно спящий город Схинвал и его окрестности. Так началось полномасштабное вторжение грузинских войск в республику Южная Осетия. Короткая пятидневная война унесла жизни более тысячи ополченцев, мирных жителей, среди которых было много женщин, детей, миротворцев. В результате боевых действий тысячи людей стали беженцами, сотни домов и социальных объектов были разрушены. Чтобы остановить кровопролитие, российское руководство приняло решение начать операцию по принуждению Грузии к миру. Она завершилась 12 августа. 11 лет прошло со дня страшных августовских событий. Однако Грузия так и не признала свою ответственность за развязанную войну и бесчеловечные преступления своих войск. Не оставляя реваншивских настроений, в ходе женевских дискуссий грузинская сторона по-прежнему в который раз отказывается от подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. На сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ протаскивает резолюцию, содержащую обвинение России в оккупации и попытках фактической аннексии Южной Осетии и Абхазии. Она обнажает то реальное состояние, в котором пребывает ее внутренняя и внешняя политика, ее государственная идеология. Это и есть идеология шовинизма. Об этом прекрасно и давно знают осетины и Абхазии, испытавшие на себе все ужасы грузинского национализма. Еще раз хотел бы выразить благодарность руководству и народу Российской Федерации и Республике Абхазии за помощь и поддержку которой была оказана Республике Южной Осетии в 2008 году и продолжает оказываться сегодня. Президент Рауль Хаджимба отметил, что решительные действия руководства Российской Федерации дали возможность восстановить мир Южной Осетии. Это страница, которая останется в истории Грузии черным пятном. Это попытка совершить геноцид в отношении не только осетинского народа. Мы прекрасно знаем, что если бы удалось там, события развивались бы и в нашем направлении. И те смелые решения руководства России, которые были приняты в эти дни и последствии, дали возможность сохранить наши народы. Мы всегда говорим о том, что выражаем самую глубокую благодарность русскому народу, России, руководству за то, что были предприняты беспрецедентные шаги в ходе этих событий. И вечная память всем погибшим, мирным жителям, ополченцам, миротворцам, воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы сохранилась эта страна. Всем нам самых добрых цивилизованных отношений. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин подчеркнул, что августовская война стала подтверждением непрекращающихся попыток реванша со стороны Грузии. Не понаслышке знаю, что боль юга осетин близка Абхазам, которые также испытали на себе всю тяжесть походов за ингурских конкистадоров. Уверен, что настанет время, когда грузинским разжигателям двух войн придется ответить за свои злодеяния перед народами Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Тогда, в августе 2008 года, Россия справедливо и честно, что бы там ни говорили на Западе, протянула руку помощи горящему Цкинвалу и перенудила Грузию к миру. Сегодня мы оказываем всестороннюю поддержку развитию Республики Южная Осетия, способствуем ее международному признанию, отстаиваем ее позиции в непростых, подчас совсем неконструктивных переговорах с западными партнерами. Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев отметил, что сколько бы лет не прошло, боль утраты никогда не угаснет в сердцах юга-осетинского народа. Эти дни мы никогда не забудем, мы никогда не забудем наших мирных граждан, которые погибли тогда от рук нападавших бандитов. Мы никогда не забудем и всегда будем помнить имена солдат и офицеров Осетинской армии, солдат и офицеров Российской армии, которые сложили свои головы для того, чтобы мы имели сегодня возможность строить свое будущее, для того, чтобы мы имели возможность строить свою государственность. Августовские события 2008 года имели значительные геополитические последствия. И, пожалуй, самым главным последствием стало признание Российской Федерации независимости Южной Осетии и Абхазии. Алика Трапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В Министерстве обороны Республики Абхазия состоялась встреча с курсантами, обучающимися в военно-учебных заведениях Российской Федерации. В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с контролем процесса обучения курсантов в российских вузах, а также их подготовке. Об этом наш следующий репортаж. Подготовка военнослужащих курсантов Вооруженных сил Республики Абхазия осуществляется в ведущих военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации с 2010 года. За это время в российские вузы было направлено более 400 абитуриентов. Более 200 уже окончили военно-учебные заведения и проходят службу в Министерстве обороны и других силовых структурах Абхазии. В настоящее время 219 курсантов проходят обучение, 35 из них являются выпускниками 2019 года. В этом году для поступления в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации было принято 78 заявлений. Из них прошли вступительные испытания 65 кандидатов, которые были допущены к курсу молодого бойца согласно приказу министра обороны. Министерством обороны Республики Абхазия постоянно осуществляется контроль за процессом обучения, состоянием воинской дисциплины и правопорядка. Поэтому такие встречи проводятся ежегодно. Многие из курсантов обучаются военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Синан Пацхороглы – один из учащихся этого вуза. Планирую идти в сосудистую хирургию. То есть после 6 курса у нас мы проходим интернатуру вначале и далее по распределению, по специальности выбираем хирургия или терапия. Первое время мы все по распределению попадаем в наш военный госпиталь в поселке Агудзера. И первое время, естественно, там собираюсь проходить свою практику уже врачей. А далее буду искать, стараться как-то развивать в своем русле. Я сам родом из Ачимчиры и планирую, может, если получится, в своем городе родном тоже отделение обустроить. В настоящее время кандидаты в курсанты в высших военно-учебных заведений проходит курс молодого бойца на базе Министерства обороны Республики Абхазия. Гугуца в Ардане, Степан Мартиросян, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. На 60-м году ушел из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии, инвалид первой группы Ревас Сурцуми. Ревас Георгиевич одним из первых вступил в ряды Абхазской гвардии в начале 1992 года и прошел все тяготы войны в составе группы Бикиз 3-го полка Восточного фронта. За проявленное мужество и храбрость в ходе боевых действий был награжден медалью за отвагу. В 1992 году в сбитом над селом Лата в вертолете погибли его жена, двое детей, брат, невестка и племянник. Последние годы Ревас Сурцуми работал заместителем председателя Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Ткварчальского района. 10 августа на Взывском ипподроме состоятся открытые скачки памяти кавалера ордена Леона Павла Хардзенба. Начало в 11 часов. В Гудауте открылся детский военно-патриотический лагерь. Лагерь организован Государственным комитетом по молодежной политике Республики Абхазии и Федерации военно-патриотических игр. О буднях военно-патриотического лагеря расскажет царь Екварцхелия. Детский военно-патриотический лагерь – центр специальной подготовки проводится на протяжении двух лет. Цель – военно-спортивная подготовка для призывной молодежи, воспитание дружбы и взаимоотношений между сверстниками. Летние сборы лагеря становятся настоящей школой жизни для молодых ребят. Здесь все как в армии – подъем по расписанию и зарядка. Раз, два, раз, два, и еще раз давайте. Раз. Военно-патриотический лагерь в городе Гудаута собрал 35 детей из разных районов Абхазии. В лагере шесть инструкторов. Командир тактического подразделения «Нерс» Денис Шашура рассказал о целях и задачах детского военно-патриотического лагеря. Здесь возраст у нас от 10 лет и до 17. Благодаря данным мероприятиям, данным лагерям, они находят новых друзей. У них нет гаджетов, нет средств, соц каких-то моментов. А именно здесь общение у них идет. Ну и плюс физические дисциплинарные навыки. Планируется еще два потока. Вот с их датами мы определяемся. Мы ни одному ребенку никогда не скажем «нет». И самое главное, ну отвечу на самый популярный вопрос, который задают, лагерь у вас платный. Он у нас бесплатный, он у нас будет бесплатный всегда. Пребывание в лагере для каждого ребенка – это время получения новых знаний, а также возможность приобрести новых друзей. Дети с большим удовольствием рассказали о том, как проводят время в лагере. Тут много детей, которые приехали сразу с концов Абхазии, но в этом лагере мы все объединились и стали братьями. Я в этом лагере очень со многими подружился. Мне очень понравилось. Я думаю, если в следующем году будет еще один поток, я обязательно сюда приеду. Мы тут занимаемся, отжимаемся, потягиваемся. Каждый день на посту стоим утром, ночью и вечером. Мне очень понравилось в лагере. Тут очень классно. Мы развлекаемся, бегаем. И нам дают указания, мы ползаем. Здесь мне очень нравится. Мы встаем утром в пять или в шесть. Мы ходим, когда у нас КПП, мы ходим вокруг школы днем, а ночью мы стоим на двух местах. И ночью мы стоим на КПП два часа, а днем по три часа. Государственный комитет по молодежной политике Республики Абхазия каждый год оказывает помощь в организации подобных мероприятий. В прошлом году в такое же время комитет организовывал детский лагерь, вообще образовательный. Было чуть выше 250 человек. Проходил лагерь в Пансенате Самшитовой рощи. И в этом году решили сделать такой, потому что ребята, которые занимаются военно-патриотическими моментами, знают свое дело. Мы решили начать воспитывать правильно молодежь, чтобы они не боялись тех моментов, которые могут произойти в их жизни. Детский военно-патриотический лагерь завершит свою работу 23 августа. Лагерь готов принять и новых детей. У всех желающих есть еще возможность обратиться к организаторам и пополнить ряды участников лагеря. Абхазское телевидение продолжает серию интервью с кандидатами в президенты Абхазии. Согласно Жеребьевке и Центр избирком Абхазии, сегодняшнее эфирное время предоставлено кандидату в президенты Абхазии Шамилю Адзенба. Интервью в прямом эфире смотрите сегодня в 21 часов. А сейчас о погоде. По сообщениям гидрометцентра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17, 22, днем 26, 31 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин